Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Лута Эдрадик. Я представляю Service MyTarget. Так, начнем с того, что в последнее время вы замечаете, что на рынке интернет-рекламы появляется очень много сервисов, технологий, компаний, каждый из которых любит использовать различные интересные иностранные слова. Такие как программатика, RTP, SMM, диджитов, бигдата. Итак, чтобы вы не запутаться в этой терминологии, предлагаю посмотреть на всю эту историю с точки зрения уровней персонализации рекламы и уровней таргетирования нашей целевой аудитории. Мы понимаем, что таргетирование и персонализация имеет огромное значение, потому что чем лучше вы персонализируете конкретную рекламу для конкретной целевой аудитории, тем выше вероятность того, что человек купит ваш товар либо услугу. Например, вы являетесь каким-то турагентом, и вы знаете, перед нами есть мужчина. У него есть сейчас предрасположенность к тому, что он хочет поехать в какое-то путешествие. Еще мы знаем о нем то, что у него есть такая страсть, как он любит на велосипеде кататься. А еще как-то система узнала то, что у него есть двое детей, может, один ребенок, может, трое детей, но вообще у него есть дети. И вы, будучи турагентом, вы что можете сделать? Вы можете конкретно под эту группу людей, таких отцов, которые любят велосипеды, настроить персонализированное рекламное сообщение и в рекламу прийти и указать, дорогой друг, специально я предлагаю билотур по всей стране, либо за рубежом, либо второй вариант, мы ему говорим, впереди август месяц, а не хочешь ли ты всей семьей поехать, например, в Турцию? И в рекламе обязательно указать то, что в отеле, который предлагается в Турции, есть специальная зона для детей. И таким образом эффективность рекламы будет вообще прям очень хорошей и прекрасной. И для того, чтобы посмотреть, куда развивается вообще персонализация, куда развивается таргетирование, давайте немножко отвернемся назад и вспомним, что было раньше. Основным каналом продвижения у нас что было? Телевизор, пресса, радио, наружная реклама. И с точки зрения персонализации и таргетирования, смотрите, с точки зрения таргетирования что было? Бизнес, являясь рекламодателем, покупал абсолютно всех людей. Любого человека, который включил в путь определенный канал, он его купил. На дороге едут в день тысячи машин возле рекламного счета, он их тоже купил. То есть таргетирования тактически нет никакого. А что касается персонализации рекламы, что выходило как-то так. Среднестатистические рекламные сообщения было направлено на среднестатистического человека. И при этом мы понимаем то, что все люди разные, у каждого есть свои взгляды, ценности, вкусы, предпочтения. И вероятность того, что какая-то определенная группа людей будет ваш товарным услугом, будет минимальным. Тем не менее, такие широкие таргетики для них хороши для некоторых видов бизнеса. Например, для каких-то сезонов товаров и услуг. Ну, что касается отдыха, у нас, конечно, понятно, у нас продадут в январе, на майские праздники. И самый большой поток идет в августе. То есть, если вы, опять же, связаны как-то с турбизнесом, это ваш самый вкусный сладкий месяц. За месяц-два надо подготавливаться. То есть, тут можно прям покупать все аудитории от 18+, по 40+, потому что все люди будут заморачиваться по поводу отдыха. Что касается подарков, аналогичная ситуация. Ну, всем известно, что у нас главный месяц подарков – это февраль и март. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. В этом месяце мы дарим подарки, и абсолютно, ну, очень много людей, опять же, своим вторым половинкам покупают что-то в подарок. И поэтому можно тоже использовать широкие там визнике. Содерживать тут тоже интересно. Это касается, конечно, больше всего женщин. Потому что зима сменила, очень весна сменила зиму, и надо обязательно переодеться. И то пальто, которое было в том году, оно уже становится не модным. Надо покупать нового пальто. И получается огромная масса женщин, мужчин. Они переодеваются, перебываются, их что-то все новое покупают. И заболеваемости тоже здесь все ясно. Месяц февраль, январь, все болеют. И поэтому можно в эти месяцы давать обширную рекламу. Так, и еще вторая группа – это фрэнси-джи товары. Такие как косметика, бытовая химия, продукты, питание. Ну, согласитесь, сложно сделать майонез для 50 групп людей. Майонез для спортсмены, майонез для мамочек. Вот там, майонез для адвокатов. То есть у нас обычно есть 3-4 вида майонеза, 3-4 вида кетчупа. И обычно эти бренды так и делают. На телеке пускают рекламу, и все кушают майонез, наверняка. И все кушают петчуп. То есть тут особо делить рекламу не надо. Поэтому для IT-групп, бизнесов, широкие таки подходят. Но тем не менее, каждый бизнес, он все-таки хочет занять какую-то свою нишу. У меня один, мне кажется, новый стартапер не говорит, я хочу сделать. Ну, то же самое, что и сейчас, но чуть лучше. Все обычно говорят, блин, у меня уникальный продукт, у меня уникальный слухар. Такого на рынке никогда не было, и вот я вот это показываю. И обычный бизнес говорит, вот смотри, товар, он идеально подкопка для этой группы людей. Ну ладно, мы с этим закончили. И, кстати, вот, в интернете, на самом деле, была вначале такая ситуация. Был интернет-сайт, и вначале просто покупали баннер на сайте и платили какой-то фикс помесячно за всех людей, которые покупали на этом сайте, без каких-то разграничений. С приходом контекста рекламы стало чуточку проще, потому что есть ключевое слово, и мы под каждым ключевым словом можем сделать какое-то персонализированное сообщение. И эффективность, она была высокая. Но что-то стоит отметить. Не всегда, с первого раза, как бы нам бы хотелось, с контекстной рекламой не покупают. 90% трафика обычно куда входит? Ну, в классную. И поэтому, в любом случае, приходится догонять пользователя на каких-то других ресурсах. А еще мы осознаем то, что контекст, он прежде всего удовлетворяет какой-то 7-минутный спрос. Человек что-то захотел, он прямо сейчас этот запрос вел. И поэтому, получается, надо, чтобы кто-то у человека в голове сформулировал эту потребность, чтобы он ее осознал, и прям, чтобы ему нужен был ваш товар, либо услуга. И потом он сам начал искать. И формирование потребностей как раз начали помогать так называемой программатики технологии, то, что сейчас, возможно, сегодня много говорили. Ну, по-моему, это просто аудиторные закупки. Закупки конкретные целевого история. И сейчас на примере Майдага, где я покажу вообще, на что способны аудиторные закупки. Сейчас, видите, мы с вами посмотрим. Ну, в самом начале бизнесу надо понимать базовые потребности, понять, кто перед нами по полу, возрасту и географии. Ну, что касается пола, тут, в принципе, все понятно. Но вообще есть бизнес, который настроен вообще на женщин. Ну, по-моему, косметику, тут все логично. Есть бизнесы, которые настроены преимущественно на мужчин. То есть, в рейт покупает, в основном, мужчина. И поэтому там все понятно. Но бывают некоторые бизнесы, которые они на мужчин, на женщин. И поэтому мы все разные, мужчин и женщин. И надо, опять же, создавать разные рекламные кампании и обязательно отделить рекламу на несколько, ну, на три группы мужчин и женщин. Так, что касается у нас возраста. Тут необычная ситуация в том, что в возрасте до 25 лет рекомендуют делить рекламные кампании по годам. То есть, отдельно на 18 лет, отдельно на 19 лет и так далее, до 25 лет. После 25 лет рекомендуют на 2-3 года. А после 45 лет, ну, вообще, рекомендуют просто так оставить и модель плетения меняется. Ну, с точки зрения психологии, тут, в принципе, можно объяснить. Все помнят себя в 17 лет, в 16-15. То есть, в начале в голове у нас то, что там футбол, игра. Потом в нашей жизни появляются там мальчики, девочки. И нам до этого. Потом, прише 18 лет, мы понимаем, что можно попасть в армию. Надо вступить в институт. Ну, то есть, жизнь очень быстро меняется. Вы очень резко меняете мировоззрение, ценности, взгляды. И поэтому 18-летние, юноши и 20-летние, они будут по-разному реагировать на рекламную кампанию. Это тоже надо учитывать. А потом с годами все становится проще. Потом можно идти на 2-3 года. И что интересно, как я уже сказал, после 45 лет, личность уже сформированная. Вы сами наверняка пробовали с определения мужчин и женщин, чем это нужно переучить, если они никогда в жизни. Если они всегда будут стоять на своем. Вот такие моменты есть, что касается полного возраста. И есть определенный нюанс. В интернете вообще очень сложно определить, кем является пользователь. Мы, конечно, у себя где-то в счетчике видим, Google Analytics, вот у нас есть какая-то кука. А кто это кука? Ну, непонятно. И есть, конечно, вариант сказать, что мы можем включить и дату, и вашим юаням, и по поведению понятия, это мужчина или женщина. Но на самом деле такая вероятность отдается 60-70%. Самый оптимальный вариант, когда мужчина или женщина сами где-то указали, кто они являются. И MyTarget, как рекламная платформа, в этом плане повезло. Мы являемся проектом Mail.ru, а Mail.ru принадлежат докладчики, ВКонтакте, Мой Мир, и там миллионы людей сами себя указали. Но это, конечно, обезличенные данные. Тем не менее, у нас, как у Mail.ru, самая высокая идентификация пользователя. То есть, чётче, чем у нас, нет ни у кого на рынке. Такая ситуация. Дальше переведём. И вот так, если раньше можно было таргетироваться на всю страну, можно было выбрать регион, можно было выбрать город, а сейчас у нас на 7 дам появилась возможность выбрать любой район города. Саш Круглуб до этого уже говорил, и, возможно, кого-то не было, сейчас я повторюсь, теперь можно выбрать любую точку до конца, от 500 метров до 10 километров, и показывать там свою рекламу, для того, чтобы привлечь клиентов и пользователей. Таким образом, мы видим то, что соцдем чуть-чуть сужает аудиторию, тем не менее, мы о ней знаем больше информации, и поэтому там вероятность покупки и конверсии будет выше. Ещё один плюс к тому, что MyTabit является проектом МЭВРУ, то, что у нас есть отдел биггаты на 16 этаже, которые они варят для нас данные. Между нами говорят, скажу то, что ВКонтакте находится на 14 этаже, мы на 15, биггаты на 16, и, короче, мы здесь рядом находимся, и много делится, мы тоже представители МЭВРУ. Ещё про лифт расскажи у вас в офисе. А? Про лифт расскажи у нас сегодня очень привык. Ты уже привык такой, ты просто привык. Ты привык, это непривычай. С лифтами всё хорошо. Так, ну и что касается энергетингов, этот отдел биггаты как раз нам возводил такие интересные таблицы, такие образования, занятия, доходы, семейный статус и более 200 интересов. Таким образом, вы можете, исходя из своего бизнеса, но, опять же, самый простой пример с турагентством, если вы знаете, что у вас семейная пара, то надо предложить какой-то семейный тур. Если человек интересуется спортом, то надо предложить что-то спортивное. Если вы даете крезитам, то вы понимаете то, что можно просто добавить потребительский крезит на всё, что ты хочешь выбирать. А можно сделать более точнее. Если перед нами 18-летний студент, то можно предложить крезит на образование. Если семейная пара, то можно предложить конкретную ипотеку. А если просто встречаетесь, то можно предложить крезит на свадьбе. То есть, варианты очень новые. И здесь должен быть есть, а нет, есть, а нет. Смотрите, интересы, опять же, сужают аудиторию, и, в любом случае, вероятность у нас повышает. И, конечно же, простые кризисы у нас Uniped Bank, агентство и контексты, они просто сделаны. Они продвигали ипотеку, и самые простые таргетинг, которые они выбирали, это, конечно, таргетинг поинтересный, среди которых была ипотека. То есть, все просто. Продвигаешь ипотеку, выбираешь Виктор, ипотека. Чуть из даже ипотека. И вот. Статистика показала то, что CPO, то есть стоимость одной заявки, была ниже, чем у яркости Google. И что самое интересное, то, что с мобильных устройств стоимость заявки была ниже. Потому что у нас, в целом скажу, то, что система ценообразования, на аукционы, и на мобайле там свои аукционы. И из-за того, что вы как бизнесмены, вы не хотите сделать до сих пор мобильный сайт, то есть там пока конкурентов меньше, и только отсутствием конкуренции пользуются. И поэтому стоимость заявки ниже, ниже, за счет того, что стоимость клипов показывает, что они должны ниже. Помимо внутренних таргетингов, есть еще возможности соблюдать свои собственные условия. Источниками которых могут быть, например, группы ВКонтакте или ВНОКЛАСНИКО. И вот для этого мы можем более точечно, я бы сказал, усиливать таргетины. Например, мы продаем какие-нибудь снасти для рыболовов. Ну и представьте себе, есть мужчина, среднестатистически, он состоит в одной группе по рыбалке. Ему вроде можно сказать, ну одна группа, но ни о чем не говорит. С кем не бывает, просто зарегался, ну просто посмотреть, сколько было ему. Но если у него уже он состоит в двух группах или в трех группах, то можно и сделать ход. Либо он работает таким директором по маркетингу или маркетологом в какой-то компании по продаже рыболовностей, либо он на самом деле такой заятый рыбальчик, и которому мы можем сделать какое-то прекрасное предложение. Например, самую крутую, предложить самую крутую удочку, которая есть на рынке удочек. К примеру. Либо рыбалку у вас, например, предложить. К примеру. Потому что... Так. Ну и то же самое касается спортсменов, то же самое касается мам и звезды. То есть, вариантов очень много. Групп ВКонтакте и одноклассников очень много. Их тоже можно использовать. И затем показывать этим пользователям рекламу уже как на пластиках, на почте и на различных других медийных проектах и уроках. Опять же, мы видим то, что по нашей шкале аудитории становится еще меньше. Но зато знаний о ней больше, и поэтому конвейер силы больше. Опять же, о ком мы знаем больше всего информации? Это, конечно же, наш клиент. Вам уже не раз с ними говорили, что информацию надо собирать, информацию надо сегментировать. И таким образом вы можете имейлы телефонов брать у себя и загружать нашу систему. Этим пользователям показывают рекламу. Стратегии самые различные. Либо что-то это продавать, либо закончить свой цикл потребления. можем, опять же, предлагать. Или, наоборот, можем усиливать свой нормализм. Допустим, кто-то у вас языководитель верит в нормализм, а вы ему говорите, что на самом деле он 40% в письме не открывается, но он говорит, все равно давай-давай используйтесь. Вы можете те, кто не открыли письмо, просто взять и садить к нам и показать рекламу. На первую декларацию я знаю. А да? Я думаю, это замечательно. Так. Ну, следующий письм это у нас как раз на серверной базе. Оттекуру. Опять же, то же самое агентское контекст. Я не знаю, что они предлагали своих креативов, но, тем не менее, у них есть своя база. Они ее загружали и показывали, что... Ну, первое, что мне приходит в голову, есть для бога Оттекуру. Что бы я сделал? Я знаю то, что в конце весны у многих начинается аллергия на то или иное растение. И, там, за пару недель, за пару, ну, лучше за пару недель уже можно продвигать какое-то свое алигарство или препарат. Опять же, это все можно использовать. По показателям вы усилили, там все хорошо. Людей, к сожалению, меньше, на уровне знаний больше, конверсий больше. Ну, что касается следующих инструментов, один из самых эффективных это, конечно, ремаксы. Когда мы знаем то, что девушка вот прям секунду назад она вложила себе корзину в красной платье. И уже через секунду мы умножим ее погонять в одноклассе и в обществе различных проектов на урон. И в чем плюс? То, что здесь аудитория она такая же горячая как при контексте рекламе. Но при этом мы не как в контексте показываем объявления на четыре строчки. Мы можем показывать красивые баннеры 1867 в ленте событий одноклассников и как раз конверсия такого баннера она одна из самых высоких. И еще мы можем настраивать какие-то просто подкормленные решения. Опять же краской жизнь когда девушка на работе с утра убирает новоноси себе платье она вроде его купила она вроде себя уже настроила да мне надо это платье да она выделила себе деньги поняла от чего она откажет и в эти смуты может просто прийти руководителя и она закрывает все открывает быстро страницу Excel и все она забыла про это платье а вроде захотела и что она делала мы ей показываем именно этот выбранный красный плать день в однокласснику и опять же вероятность она возрастает динамический маркетинг он как раз дает высокое знание о том что он интересовался и мы можем его между тем скажу то что если раньше кто работает с MyTarget они наверное помнят то что приходилось отдельно настраиваться на сайте если вчера мы попросили все можно сделать в одном интерфейсе рамках одного на опять же самый простой кейс битшоп это товары для питомцев рассказывать ничего не будет мы видим то что битмаркетинг у нас меньше всего но хотя их может больше чем сериана тем не менее мы это здесь и знаем но смотрите людей становится меньше и у нас все равно есть потребность как владельцам бизнеса как-то эту воронку расширить и нам в этом помогает как раз localite технологии с английского это поиск похоже когда система ищет людей похожих на тех которые будут загрузить на систему в MyTarget допустим у вас есть десять тысяч email и вы говорите это мамы детей до одного года и вы хотите найти таких же потому что вы самые лучшие в Казани одержите детей за одного года вы их загрузили и система ищет таких же людей таким образом мы воронку увеличиваем и можем за счет этого подрастить объемы продажи нашего бизнеса и так в целом мы сделали выводы то что для каждой группы целевой сборе надо делать свое конкретное персонализированное сообщение еще важно не забывать чтобы это все красиво приобрести я уже упоминал то что в MyTarget есть много нативных форматов нативный формат это тот который не раздражает пользователя он аккуратно пришел он вставляется в контент сайтом чаще всего это получается вариант одноклассников и этот формат есть как на доставке на мобайле и конверсия очень высокая так что касается мобайла стоит отметить что в мобайле кроме того что там ставки за реки и показы ниже в мобайле этот баннер занимает уже 60-80% экранов то есть вы представляете или представляете такой компьютер большой на котором баннер занимает 10-15% то есть на мобильном устройстве нереально это ваше рекламное сообщение и поэтому надо все таки использовать и следующий у нас уже заканчиваем короче сейчас тестируем формат на мобильном про 7 когда вы загружаете эти картинки можно перемещать по горизонтали да по горизонтали это пока формат в закрытом доступе если вы хотите им воспользоваться то можете вам написать поддержку мы его вам откроем так дальше у нас опять же эксперты говорят то что растет видео форматы видеорегламы потому что по видео можно внести в общем видео больше контента больше смысла и видео работает лучше чем баннер и поэтому этот формат тоже надо использовать и мы открыли форматы такие как прерол на десклорке на мобайле да прерол сами вкус что это прерол короче смотрите в каждой соц. сети есть видео раздел с видео и вы замечали в ютубе еще где-то когда вы хотите видео открыть у вас там аппетит 30 секунд получена какая-то реклама и вы ждете когда она уже закончится только если эта реклама она не сделана по нашим правилам и не попали в целую аудиторию только когда она закончится но вот это как раз формат привал есть еще формат промо-пост по запуску то есть вы создали группу одноклассников и сделали какой-то рекламный пост там девочки распродажен какую-то бижутерию и сделают какое-то видео как в этом бижутере в игре и когда человек пролистывать нету у него автозапуск запускается это видео и опять же конверсия результаты они очень высокие ну все успел ну как сказать успел не успел на твоей моменту на строке вот мне очень нравится что вы уже без этого ну давайте поаплодируем видишь сразу взять и поаплодируй я думал делал мне делал мне просто приучил это как собака поаплодируем что лампочки выключали пили или не пили в общем на самом деле у нас есть время буквально на один вопрос у кого самый главный сокровенный вопрос к мэйтагет вот аккуратно аккуратно понял руку сразу извинись за вопрос наверное такой с подковыркой что-то не работает 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 а преролы не работают почему и работают не работают при роллы почему при роллы не работают почему и работают преролы ну знаю надо сказать галочками так оставить или что-то там не получается. Вот такие и банальные банальности. Ладно, ваши аплодисменты, Радик, у нас еще раз.